Добрый день, дорогие зрители православного канала Экзегет. И вот сегодня, когда Святая Церковь совершает празднование в честь Святаго Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплодных, нам с вами уместно вспомнить об одной древней обители Святого Града Иерусалима, как раз-таки посвященной Святому Архангелу Михаилу, обители, в которой совершилось, произошло некогда и великое чудо. По милости, по божественному заступлению, защищению иноков этого монастыря непосредственно самим Святым Архангелом Божиим Михаилом. Дело в том, что вообще этот монастырь Святых Архангелов и Святого Архангела Михаила, который находится в христианском квартале Старого Города Иерусалима, является одной из древнейших иерусалимских обителей. Вот в недавнее время обнаружено свидетельство о том, что эта святая обитель была построена уже в IX веке по Рождестве Христовым. А в начале XI века этот монастырь был разрушен гонителем святых мест, безумным султаном Аль-Хакимом, который повелел также разрушить и храм гроба Господня, и гробницу Престой Богородицы, и другие замечательные христианские святыни с этого Града Иерусалима. Но поскольку в своем таком безумии и высокомерии, признавая себя самого Богом, он видел во Христе такого себе конкурента, также мессию. Вот Аль-Хаким, он считал себя, возомнил себя сам мессией, и поэтому вознамерился стереть все какие-то наиболее значимые христианские святыни в Святой Земле, что и, к сожалению, отчасти было им, вернее, его слугами исполнено в 1006-1009 годах, но впоследствии достаточно в скором времени все эти поруганные святыни были, как мы знаем, восстановлены. Был восстановлен монастырь святого архангела Михаила, и в начале XIV века святой сербский король Стефан Милутин употребил свое влияние и свои средства для того, чтобы возобновить этот монастырь и сделать его пристанищем для паломников из числа славян. Поэтому с начала XIV века это сербская обитель Иерусалима, в которой подвязались в основном иноки сербского или какого-то такого славянского происхождения. Также, естественно, что те паломники, которые приходили в Святой Град из славянских стран, славянских земель, также находили у своих сродников и по языку, и по вере там себе пристанище в том страноприемном доме, который также был там устроен средством попечения короля Стефана Милутина. И в более позднее время, уже где-то с начала XVI века, эта обитель стала подворьем монастыря святого Савы Освященного, поскольку и сам монастырь также оказался заселен иноками и монахами сербского происхождения. Был такой действительно период, на самом деле, в истории монастыря святого Савы, когда там подвязалось не столько греческое братство, сколько славянское братство, состоявшее из иноков-сербов, которые очень почитали преподобного Саву Освященного, поскольку в честь именно преподобного Савы был пострижен величайший святой сербской церкви, святитель Савы Сербский, который также сам совершал паломничество в этот монастырь и унес оттуда дары, оставленные ему пророчеством святого Савы, игуменский посох святого и икону Божьей Матери Троирущица, которая хранилась в монастыре и также была унесена оттуда преподобным Савой. Итак, в XVI веке это было славянское сербское подворье, на котором охотно останавливались и паломники из России. В 1552 году, во время царствования у нас государя Иоанна Васильевича IV, прозванного Грозным, по свидетельству русского паломника, купца Трифона Карабейникова, в Иерусалиме совершилось с иноками этого монастыря удивительное совершенно чудо. Старец Христофор из этой обители с другими своими монахами совершил обычное для того времени путешествие в страну московитов, бил челом московскому светлому великому государю-царю и спросил помощи для того, чтобы можно было отремонтировать, отреставрировать уже пришедший значительный упадок монастырь, кровля которого, как выражается Трифон Карабейников, вверх монастыря, то есть по всей вероятности его купола, крыша, оказались уже совершенно разрушены от времени, от тех землетрясений, которым нередко подвергался Святой Град. Надо сказать, что значительная часть этой суммы, которая была от щедрот великого князя и царя Ивана Васильевича, выдана просителям сербским инокам, осела, безусловно, в Константинополе, поскольку для того, чтобы совершить какую-то любую, даже самую небольшую починку православного храма или монастыря, требовалось изначально получить так называемый фирман, то есть позволение турецкого султана для того, чтобы либо построить новый храм, либо починить ветхий. Естественно, что получение такого фирмана фирмана сопровождалось многочисленными взятками, поборами, которые нужно было платить и как в казну самого султана, так и тем его многочисленным чиновникам, каждый из которых тоже хотел урвать что-то из той мзды, которая предназначалась казне самого султана. И вот с этим фирманом старец вернулся в обитель святого архангела Божия Михаила и приступил к выполнению этих работ. Начал чинить обвалившуюся кровлю своего Михаила Архангельского монастыря. Однако Санжак, или как его называет Трифон Санчак, правитель, городоначальник Иерусалима, по всей вероятности был недоволен той взяткой, которая досталась уже на его долю после тех поборов, кое пришлось уже выплатить и оставить в бездонных карманов константинопольских чиновников и суданской казны. И сделал вид, что ему о таком фирмане султана ничего не известно. Со своей стражей пришел в монастырь и повелел разобрать уже начатые иноками вот эти ремонтные работы, постройки, то поновление, которое они уже сделали для кровли своей обители. Купол был разрушен в монастыря, а Санчак ушел, выжидая, так сказать, ему приношения, на которые, по всей вероятности, у иноков уже просто не оставалось каких-то свободных средств. А монахи вынуждены были со слезами, с горячей молитвой обратиться к архангелу Михаилу, защитнику всех обездольных православных христиан, ну и в первую очередь покровителю их собственной обители. В ту же ночь к лежащему на своем адре Санчаку и Санжаку явился некий молодой человек, который грозным голосом повелел тому встать, оставить своих жен и спуститься вместе с ним, выйти из своего дома. Когда утром султана хватились и его домочадцы, и его стражи, то нигде не могли его найти. Городоправитель был обнаружен перед входом в Михаил-Архангельскую обитель, пронзенный в нескольких местах мечом. Был найден он, естественно, мертв. Ну, очевидно, что подозрение в таком деянии пало на монахов. Разъяренные служители мусульманского городоначальника бросили с обыском монастырь, однако иноки со слезами уверяли их, что никоим образом не могли совершить этого злодеяния, поскольку ворота монастыря всю ночь оставались закрытыми, не открывались, а в самом монастыре не имеется никакого оружия. И действительно, никакого орудия, которым можно было бы совершить это убийство, а явно, что городоправитель был убит мечом, в монастыре найдено не было. И мусульмане вынуждены были убедиться в том, высушив рассказ жены городоправителя о явлении вот этого неизвестного юноши, весьма грозного, никоим образом не похожего на монаха, что то, что случилось, произошло не просто так, но благодаря вмешательству никого иного, как святого архистратига Божия Михаила. Естественно, в этом были уверены и сами иноки в святой обители, которые получили от святого архистратига вот такой быстрый ответ на свою беду и свою нужду. И в страхе после вот такого действительно впечатлившего всех небесного наказания следующий турецкий правитель позволил инокам не просто исполнить распоряжение султанского фирмана и починить обвалившуюся, обетшавшую кровлю и купол их монастыря, но даже более того, увенчать ее святым крестом. И несмотря на то, что кресты было запрещено в то время мусульманского владычества водружать на купола храмов Иерусалима, единственный из всех монастырь в честь святого архистратига Божия Михаила получил такую привилегию, и все вот эти последующие годы и века под турецкой османской властью мусульман над куполом этого монастыря продолжал выситься христианский крест. Это святая обитель, и после того, как уже перестало быть подворье монастыря святого Савы, и после того, как сербские иноки в середине 17 века также потеряли право управлять этой славной, знаменитой обителю, все равно продолжало оставаться таким традиционным местом паломничества, пристанище паломников славян, и вот эта история продолжала передаваться, сохраняться из уст в уста среди иерусалимских христиан и среди славянских паломников Святого Града. Неудивительно поэтому, что когда в 1846 году была воссоздана русская духовная миссия в Иерусалиме, то первым ее пристанищем, в котором поселились первые члены русской духовной миссии, оказался как раз-таки монастырь Ситага Архистратига Божия Михаила и всех небесных сил бесплотных, который был выделен Иерусалимским патриархатом для того, чтобы разместить в нем русских иноков, членов русской духовной миссии. Именно там подвязался первый глава русской духовной миссии, будущий епископа, а тогда архимандрит Порфирий Успенский. И там же подвязался великий, замечательный, святой нашей русской церкви, которому пребывание на Святой Земле дало весьма много для его духовного развития, духовного опыта и духовного роста. Это в будущем, спустя годы после его пребывания в составе миссии, святитель Феофан, епископ и затворник Вышинский, трудами которого мы сейчас с вами пользуемся. И как раз-таки многое из той духовной мудрости, которой оказался обогащен этот святитель, он приобрел благодаря своему пребыванию на Святой Земле, благодаря изучению трудов святых отцов, благодаря общению с иноками в Авре преподобного Савва Священного. И таким образом эта славная обитель внесла свою такую, может быть, не вполне на первый взгляд очевидную, но тем не менее значительную роль в духовную жизнь нашей Русской Православной Церкви, протянув такую связь, такое преемство между древней славянской обителю Иерусалима и подвязавшимся в ней святителем Феофаном Затворником. Сейчас этот небольшой монастырь можно посетить паломникам Святого Града, те, кто будут иметь такую счастливую возможность, и в ней можно увидеть в том числе и замечательную икону, изображающую чудо, совершенное в этом монастыре Святым Архистратегом Божиим Михаилом. На этой иконе он изображается попирающим свою ногою и пронзающим мечом тело как раз-таки вот этого самого Санджака или Санчака, о котором повествуют в своих паломнических записках купец Трифон Коробейников, ну, в общем, посетивший этот монастырь в сравнительно непродолжительном времени спустя после того, как это чудо совершилось. Ну, а мы с вами сегодня, в день как раз-таки празднования Святых Архангелов Божиих, помянув это чудо на Святой Земле, таким непосредственным образом связанным и с нами, и с нашей страной, и с нашим славянским народом, также можем прославить Святаго Архистратега Божия Михаила и возблагодарить Его в своих молитвах за то заступление и ту помощь, которую Он из века в век являет обращающимся к Нему православным христианам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.